Все, запись пошла. Вот, добрый вечер. Вот с нами сегодня Касай Адырев и Руслан Гумеров. Я понял, что мне же написали Руслан там, да? Здравствуйте, Касай Магомедович. Очень рад вас слышать и видеть. Привет, спасибо большое. А я, как по традиции, видишь, картину вот дописываю, ты, наверное, ее видел уже, да? Или не видел еще? Видел, видел. Я вот сейчас здесь дописываю, чтобы здесь было Солнышко. И вот свеча у него, и вот этот огонечек, это будет как, что у нас и Солнце, и огонечек от Солнца. Ну, то есть, по сушеству, что Вселенная едина, все законы природы едины. Говори, какой у тебя вопрос? Маленький эпилы к ставлю. Я занимаюсь по направлению здоровья. Там связаны спорт, массаж, герудотерапия, апитерапия, траволечение. Сейчас в кинозеологию ушел. Информации очень много, постоянно поглощаю. Очень много. Мозг загруженный бывает. До того доходит, что просто отключается. И восприятие информации никакое уже потом уже не происходит. То есть, ты хочешь быстрее восстанавливаться быстрее? Да, как бы разгружать быстро мозг и как бы улучшить репродуктивность мозга для восприятия информации. Это твоя работа такая, да, вот о которой ты говоришь там? Ну, у меня работа еще... Изначально я пенсионер пожарной охраны, сейчас работаю спасателем еще. Ну, ты посмотри, спасателем работаешь. А кого ты спасаешь? Это где вот? Ну, получается, я в 2012 году ушел с городской пожарной охраны на пенсию и ушел в аэропорт работать. Аварийно-спасательная служба. Понял тебя, понял. То есть, тебе нужно сделать с собой какую-то работу для того, чтобы ты был менее утомляемый, быстрее восстанавливался, да? Да. И чтобы... Которую информацию я вот получаю вот по медицине, по моему направлению еще вот этому, чтобы лучше как-то воспринимать ее. Отлаживалось. А ты участник нашей школы Человек будущего хомофатуржа, да? Нет. Нет? То есть, ты не в курсе, какие мы работы проводим здесь? Нет. Нет. А, ты вообще не в курсе. Ты новичок там, да? Да. Ну, шесть ваших упражнений ключ я делаю постоянно. Да, а что именно ты делаешь? Скажи, пожалуйста. Ну, первое, начиная, это раскрутку мы делаем. Да, разгрузочные действия, так. Еще что ты делаешь? Второе, получается, так, сейчас последует, если что-то я маленько заволновался. Так. А, очень хорошо, что ты волнуешься, мы же реально, реально разговариваем. Второе упражнение, это мы, когда встаем, отгибаем корпус, включаем движение головой, крутим. Ну, понятно, понятно. Потом... Я понял. В противоположную сторону расслабляемся. Я понял. Короче говоря, тебе... И делаешь левитацию, да? Как же? Идя арепекторные приемы, ключевого стресс-теста, да? Когда руки сами расходятся по твоему желанию. И ты в этот момент ходишь в это состояние, когда все уходит из головы, все очищается, и в этот момент ты детаешь, и такое состояние приятное, или у тебя это не получается? Получается, я еще маленько там есть... Выбрал для себя, нашел одно упражнение, лучшее, в которое я ухожу, можно сказать, в транс, то бишь парирование. Я представляю, что я прыгаю со скалы, и я могу в этом состоянии просто отключаться. Ой, молодец какой. Я тебе сейчас дам совет. Я тебе сейчас дам совет. Надо в этот момент, надо в этот момент, когда выходишь на парирование, когда ты от всего как бы уходишь, как бы все растворяется, там и страхов нет, и комплексов, и стереотипов, ничего нет, но такое ощущение, как будто ты с бесконечностью сталкиваешься. Ну, такое состояние, такое особое состояние, ключевое. В этом состоянии чуть-чуть помечтать о том, что ты теперь будешь на работе, когда ты будешь заниматься делами своими и прочее, десятое, ты все время будешь чувствовать, что и как надо делать, для того, чтобы меньше уставаться. Да-да-да-да-да, ты будешь инстинктивно это чувствовать. Инстинктивно это чувствовать, и вот если ты помечтаешь именно в этом состоянии, то есть ты, допустим, разводишь руки, взгляд сделай немножко повыше, запустил руки, чтобы они пошли, и в этот момент внимание распоролять, чтобы одновременно мечтать, что во время рабочих действий, или там каких-то работ, и так далее, и так далее, что ты будешь сам чувствовать инстинктивно, интуитивно, какое действие, короткое, маленькое, надо сделать для того, чтобы сбрасывать напряжение, меньше уставать. А потом полетай там, как ты делаешь, отключаешься, так условно говоря, а потом обязательно, первый раз, когда делаешь, после этого сядь, сделай взгляд рассеянный, пусти мысль на самотек, это называется особая стадия, после действия, посиди так, и вдруг ты начнешь чувствовать, что тебе хочется, или поспать, или наоборот, ты восстановился, но первый раз надо так обязательно, после действия сделать. Я делаю. Да, да, да. Но ты знаешь что, и я бы хотел, чтобы ты ко мне через несколько дней вышел, сказал, как ты это делал, и поделился результатами, вот так коротко, хорошо? Понял, обязательно. Хорошо, давай, до встречи тогда. А можно еще один вопросик? Давай, давай. В честь всей этой темы. Вы с Иваном Павловичем, Невамакином знакомы были? Нет, я с ним не был знаком. Нет, он чуть-чуть старше меня был. Чуть-чуть старше меня, в одном институте мы работали, но я гораздо позже там работал, гораздо позже. Понял. Да. Всего доброго. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok